В Берлине я попала в 2015 году. Я учительница иностранных языков. В Берлине очень много разных национальностей. Немецкий язык, он не такой легкий, как английский, допустим, или испанский язык. Я скучаю по паурсакам. Немцы, которые, допустим, очень позитивно относятся, есть немцы, которые плохо относятся. Потому что наши всегда думают, а что подумает другой человек про меня. Немцы никогда так не думают. Безопасность. Самое главное. Для меня это счастье. Я учительница иностранных языков. Я преподаю языки испанский, немецкий и русский. И я занимаюсь этим уже два года. Мне очень нравится, как я работаю с людьми из всех стран, из всего мира. И я могу сказать, что я обожаю свою работу. Мой обычный рабочий день начинается с того, что я прихожу в офис, наливаю себе кофе и начинаю составлять программу под каждого своего ученика персонально. То есть, у меня есть ученики, у которых, допустим, начальный уровень, средний уровень или продвинутый уровень языка. То есть, я под каждого человека составляю персональную программу. И после того, как я все составила, то есть, у меня есть какие-то митинги, договоренности определенные часовые, мы встречаемся с ними по Zoom или в моем офисе. И так проходит мой день. То есть, подготовкой и работой. Но немецкий язык очень сложный сам по себе. Его нужно учить основательно. Я советую, конечно же, учить немецкий с учителем. Если такой возможности нет, то сейчас большое количество бесплатных уроков в YouTube, допустим, да, на YouTube, либо просто в интернете. Deutsche Welle тоже предоставляет бесплатные программы, бесплатные курсы немецкого языка. То есть, самое главное, это упорство и дисциплина. Потому что немецкий язык, он не такой легкий, как английский, допустим, или испанский язык. В нем, конечно же, требуется усидчивость и постоянство. Самая дисциплина, потому что это, как я уже сказала, непростой урок, это непростой язык точнее. И, конечно, нужно много слушать, много говорить с немцами, создать искусственную, в общем, среду, если, допустим, вы находитесь в Казахстане, то есть найти native speaker, да, то есть людей, которые владеют этим языком с детства. И разговаривать с ними, слушать постоянно фильмы, смотреть фильмы, слушать музыку, подкасты, смотреть видео, читать много. В Берлин я попала в 2015 году по программе OPR. ОPR – это как няня в семью. И я с тех пор осталась здесь после этой программы и начала изучать немецкие. И также начала искать университеты, подалась в университет и сейчас учусь в университете. Так как у меня был опыт обучения в казахстанском университете, но только год, я могу сказать, что отличается очень сильно, потому что в Казахстане тебе, как в школе, даются, ну, как бы, план, и ты должен заниматься, как в школе, не знаю, с утра до вечера. А в немецком университете ты сам себе составляешь план, модули. То есть если в этом семестре ты хочешь немножко больше поучиться, то ты можешь больше модулей взять, больше предметов. Этим и отличается. Притом, допустим, отношение между профессором и студентом в Германии практически оно не чувствуется, потому что профессор никого из своих студентов не знает, так как очень большие группы. А в казахстанском университете каждый профессор знает человека по имени, и это, конечно, немножко другая атмосфера. Берлин для меня это мультикультие, это, то есть, мультикультуральный город, в котором очень много национальности. И мне это нравится, потому что до этого я жила в одном маленьком городке, и там были чисто немцы. Было очень скучно, и, конечно же, ты как азиатка немножко выделяешься, и это даже может быть иногда неприятно, потому что они как бы к тебе относятся так, ну, разные немцы есть, да. Есть немцы, которые относятся как, ты как экзотика для них, есть немцы, которые, допустим, очень позитивно относятся, есть немцы, которые плохо относятся, да. Но в Берлине обычно такого не чувствуется, потому что в Берлине очень много разной национальности. У меня, допустим, есть подруги из Аргентины, из Испании, из Казахстана, из России, из Украины, вообще весь свет собрался. И тоже немцы есть, но немцы это меньшее количество, да. Тем, кто хочет приехать в Берлин, я не хочу советовать вот эти вот обычные туристические какие-то, получается, места, которые так-так можно прочитать на TripAdvisor, да. Я хочу посоветовать им сходить, допустим, во вьетнамские рестораны, потому что вьетнамские рестораны в Кройсберге, либо в Митте, либо в Пренславберге, очень много, и они очень вкусные и очень дешевые. Это первое. Во второе, я бы хотела еще посоветовать, допустим, сходить в музеи, потому что здесь огромное количество музеев, и они все, ну, как бы, такие бюджетные, недорогие, суперинтересные там, в общем. Есть даже музейный остров, где там находится рядом, по-моему, три музея. Я советую эти места посетить. Ну, и также я бы хотела посоветовать тоже, наверное, что-то такое более туристическое. Это попробовать карри-вурст, немецкий карри-вурст, который славится в Берлине своим вкусом. Я хотела бы перенять пунктуальность, потому что пунктуальность очень не хватает казахам, допустим. Немцы всегда приходят даже за пять минут до назначенного времени, либо ровно. Но это как бы уважение, это мне очень нравится. Я даже сама, ну, как бы, я в Казахстане тоже была суперпунктуальная, но здесь, как бы, еще стало пунктуально. Потом мне нравится очень, что они, как бы, держат всегда свое слово. Если они что-то пообещали тебе, допустим, встретимся завтра в это же время, то они это и сделают и не откажут тебе в последний момент. Если откажут тебе в последний момент, то это только по очень весовому причине, потому что он заболел или еще что-то, да. Вот. И третья вещь мне, конечно, нравится то, что они такие, как бы, индивидуалисты, да. Они очень думают о себе, потому что казахи, он более такой коллективный народ, да. Мне кажется, это все знают, но я не хочу, чтобы вы сейчас это неправильно поняли, потому что если каждый человек будет думать о себе немножко, да, то каждому человеку будет хорошо. То есть думать, в первую очередь, о себе не вот этого без уята, да, вот без стыда, потому что наши всегда думают, о, а что подумает другой человек про меня? Немцы никогда так не думают, ну, как бы, им все равно. Они делают то, что они хотят, они занимаются тем хобби, чем они хотят. Я никогда бы не услышала такого от немца. Ой, а что скажет моя тетя, если я пойду там делать скалолазание, да, заниматься скалолазанием? Такого никогда от немца не услышишь, а в Кастане такое может проскользнуть, да. Конечно, вот эти вот три вещи. Не бояться чужого мнения, пунктуальность и держать слово, да. Ну, немцы очень любят структурированность, потому что, допустим, мне не хватало вначале структурированности, допустим, какого-то четкого плана в своей работе, да, и они это очень любят. А если, допустим, они не понимают, по какому плану мы будем работать, им это не нравится. То есть у них все должно быть заранее, все четко прописано. Структура – это самое любимое слово немцев. Вот, поэтому я могу сказать, что нашим казахам нужно поучиться вот именно структурированности, планированности, да, вот, это очень важно. Какие еще проблемы? Это бюрократия, конечно же. Здесь не так много вот этих вот электронных возможностей, что можно получить документы в электронном виде. Вообще такого нет, все только в бумажном формате. И с этим нужно столкнуться, с этим нужно как бы знакомиться, читать все это на сайтах, на официальных сайтах, именно, допустим, на берлинском сайте, он называется Berlin.de, там даже есть информация на английском, как получить тот или определенный документ. Вот. И в третью очередь, конечно же, учить язык, потому что в Берлине очень многие иностранцы не хотят учить немецкий язык и остаются работать, допустим, с английским языком. Но мне кажется, это неправильно, потому что ты приезжаешь в страну, ты хочешь познакомиться с культурой, да, получается, с историей, и с людьми, конечно же, тоже. Они тебя будут уважать, они как бы очень приветствуют людей, которые даже на уломанном каком-то немецком, но это им нравится, когда ты говоришь на немецком, потому что старые люди, допустим, более взрослого поколения, они плохо знают английский. А что, если, допустим, ты придешь в банк, и там будет работать какой-то взрослый человек, и там он не сможет ему поговорить, это очень часто встречается, или в каком-нибудь Радхаусе, да, Радхаус – это как Акимат, Мэрия, да, там тоже может возникнуть такая проблема, что ты придешь и хочешь какой-то документ получить, и они говорят только на английском, и все, тебе нужно как-то самим изъясняться. Поэтому я советую, да, вот это очень такая проблема, которая может возникнуть – учить язык. В первую очередь, мамой, потому что я очень скучаю по ней, она у меня одна, и больше всего я скучаю именно по родным и ностальгирую по местам, в которых я часто, допустим, находилась – это школа или какие-то парки, да. Если именно что-то из такого физического, то, наверное, я скучаю по Паурсакам, да, или там, не знаю, по Наурскузе, это вот если из такого, из еды. И, в принципе, конечно же, по нашему менталитету, потому что наш менталитет очень такой гостеприимный, очень добрый, дружественный, и по нашим шуткам тоже таким прикольным, смешанным с шоу-казахским, даже прикольные шутки мне нравятся, я тоже по ним скучаю. Счастье – я думаю, что это когда твои родные рядом, что когда у тебя есть работа, которую ты любишь, что когда у тебя есть друзья, которые тебя любят и уважают, и безопасность – самое главное. Для меня это счастье. О чем я жалею? О том, что я бы хотела больше времени с семьей проводить, так как у меня сейчас учеба и работа, очень много дел, и на учебе, и на работе, и я очень мало, редко провожу время с семьей, и мне это, конечно, хотелось бы изменить, потому что время с семьей – это очень важно. Я бы хотела всем зрителям, неважно из какой страны, передать привет всем абсолютно, и хотела бы пожелать мирного неба, потому что, как мы сейчас видим, это очень важно для всего света. По поводу того, я бы хотела еще советовать тем, кто хочет приехать в Европу, а в частности в Германию, чтобы они больше изучали информацию, так как сейчас в интернете очень много сайтов разных. И именно информацию с официального сайта посольства, с официального какого-то государственного, допустим, сайта, изучать там информацию и собирать вот эти все документы, потому что есть много каких-то разных фирм, которые тоже помогают, но я думаю, что все это можно сделать самим, если только постараться изучать, добывать все документы, подаваться, изучать язык – это самое важное. Выга. Конечно, укуля – по-русности, по-русности, Продолжение следует...